Виктория Викторовна, здравствуйте! Благодарим вас за уделенное время. Сегодня мы поговорим о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Его цели известны к 2030 году в полтора раза улучшить качество городской среды, а также увеличить количество городов с благоприятной среды до 80%. Но это, если говорить вообще в целом о стране. А мы сегодня все-таки хотим поговорить о нашем регионе. Давайте в связи с этим первый вопрос. Сколько проектов реализовано в Югре с начала этого проекта в рамках формирования комфортной городской среды? Начнем с того, что проект стартовал пять лет назад. В этом году мы отмечаем пятилетие. И надо сказать, что если вы обратили внимание, помните, или может быть даже приходили в гости, у нас был такой прекрасный форум «Северо-юг. Комфортная среда». Это был форум, посвященный индексу качества городской среды. И как раз в этой системе координата, о которой вы говорите, с увеличением городов с благоприятной средой, это основные показатели, основное, что мы смотрим, и смотрят наши руководители, президенты Российской Федерации, смотрят, как страна улучшила благоприятную среду в своих городах и в населенных пунктах. Участвует 1117 городов в проекте, и это здорово. Если были на форуме, возвращаясь, 861 человек к нам прилетал из разных регионов нашей страны. Форум проводился вместе с Министерством Российской Федерации. Бумуров у нас были, были высокопоставленные чиновники разных регионов. Но самое главное, что произошло на этом форуме, это муниципалитеты представляли свои лучшие практики и делились ими в свободном режиме. То есть, такой, знаете, прекрасный опыт, когда я сделал это, сделал хорошо, давайте я расскажу, и вы можете стартовать дальше. Это прекрасная такая история формирования не только команды страны, но и история формирования бюджетов уже на ступеньках выше, потому что коллеги это сделали, ты базовую у них берешь и развиваешься дальше. Так вот, в этом большом проекте формирования комфортной городской среды, которые увязаны с индексом качества и с тем голосованием по проектам благоустройства, которые проходят пять лет, а самый главный человек, это каждый из нас, это житель, да, житель того населенного пункта, житель ни региона, ни страны, там, да, и как-то мы не уходим в утопию вот этого конкретного населенного пункта, понимаете, который может повлиять на то, что у него будет стоять около дома, какой сквер, парк будет находиться в доступности пешей, куда будут ходить его дети, куда он будет ходить сам, да, и каким образом будет проходить вот эта жизнь вне стен квартиры. Ведь основную массу времени мы проводим либо на работе, да, домой мы, как правило, приходим уже давно все только переночевать, да, к счастью или к сожалению, я даже не знаю, кому как. Вот, но передвигаемся, и город стал такой огромной, открытой территорией, где, собственно говоря, мы и общаемся. И этот проект, который пять лет назад стартовал, в регион, в наш, принес 302 новых благоустроенных территорий. Это прекрасно, правда? По динамике голосования, если говорить, которая происходит за объекты благоустройства и по активности, я категорически считаю, что она низкая. Но при этом мы, конечно, находимся в зеленой зоне, да, и у нас активные югорские жители, как всегда, и в этом тоже. Но предлагаю усилиться и раза в три повысить свою активность. В прошлом году проголосовало 117 тысяч человек, да, ну, 115 был показатель, да, мы по 117 тысяч человек проголосовало. Это прекрасно, но ведь голосуют люди с 14 лет. Поэтому хочется, чтобы активность прям была такой прям сильно-сильно бодрой, для того, чтобы они строили свое завтра именно здесь, в нашем регионе. Ведь он же прекрасен. Соглашусь с вами. Какие, на ваш взгляд, основные результаты проекта? Вот мы озвучили цифру, да, 300 с лишним благоустроенных территорий. А итоги, какие еще можно было бы подвести вот за эти пять лет? Понимаете, создание благоустроенного пространства – это не просто скамья урна, там, качели, либо, там, хорошее мощение тротуарной плиткой или, там, гранитом, да, и так далее. Ведь это же целый пласт того, что прямо и косвенно, да, получает город, или, там, населенный пункт, то, что получает. Ведь мы привлекаем и креативные индустрии, люди, которые не безразличны к городу, начинают какие-то активности. Создаются целые, там, команды горожан, которые говорят, нет, вот здесь нам не нравится, вот посмотрите там лучше. А еще, если они были у нас на форуме, то они посмотрели уже, как делают вообще во всей стране. Ну, собственно, интернет никто не отменял, они и так могут в режиме посмотреть, но там они могли обсудить, потому что такая площадка была, действительно, прям до сих пор отклики идут и спрашивают, когда мы опять прилетим в Югру. Им очень стране у нас понравилось, кстати, да, тем, кто занимается урбанистикой, по городостроительствам, архитектурой, в общем, прямо к нам стали тянуться. Соответственно, вот сформированные вот эти команды, они начинают смотреть уже, чтобы не просто что-то возникло, а возникло именно югорское, да, чтобы вот привезти сюда гостей и сказать, вот здесь у нас, посмотри, там у нас то-то, там можно сделать красивую фотографию, да, отправить там своим друзьям в другие регионы и так далее. Но самое главное, во всех этих пространствах они начинают задумываться, как будет ходить женщина с коляской, куда побежит ребенок, где он оставит свой скейт или там другие, да, какие-то гаджеты, которые купили ему родители, да, на какие-то праздники. То есть начинают смотреть уже с точки зрения функции. И, конечно, появляется малый бизнес, которому интересно, да, пирожки, кофе и, может быть, какая-то другая еда или там сувенирная продукция. То есть развивается целый пласт в гармонии, да, к будущему завтра, ну, уже сегодня. И когда от количества переходят к качеству, это вообще самая, вот, самая та стадия, которую я очень люблю. Вот я уверена, что и игра находится на стадии перехода к качеству. Если говорить об этом годе, сколько проектов в этом году примут участие в голосовании и какие муниципалитеты, собственно, примут участие в голосовании? Проекты в каких муниципалитетах? В прошлом году у нас было 40 территорий, в этом году 48. Территории, которые выиграют, встанут в государственную программу для софинансирования бюджет федеральный, региональный и, конечно, там, муниципальный, да, муниципальные госпрограммы в следующем году. То есть реализованные они будут в следующем году. Мы говорили всегда только о проектах-победителях, но Наталья Владимировна поставила задачу, чтобы проекты, занявшие второе и третье место, тоже попадали в списки. То есть вот сейчас такая практика тоже уже существует, уже работает, в этом году будут строиться и заключаются сейчас контракты на объекты, за которые голосовали в прошлом году. И 48 территорий у нас стоит в этом году. Цифры, конечно, если говорить общие, сначала реализации проекта это 5,5 миллиардов денег в общей совокупности бюджетов федерального, регионального, муниципального и 497 гектар площади, которые благоустроили, собственно говоря, в нашем регионе. Ну понятно, что в голосовании принимают участие проекты не из всех муниципалитетов, а вот жители из одного муниципалитета могут голосовать за проект в другом муниципалитете? Если они зарегистрированы. Ну как бы, да, если я живу здесь зарегистрирована по основному месту прописки в Петербурге, я вот, к сожалению, не могу, да, у меня временная регистрация в Югре, ключевое, наверное, пока, да. Значит, в Петербурге я могу голосовать, а здесь, к сожалению, нет. Хорошо, у меня такой вот вопрос. Скажите, что такое топовые проекты ФКГС и есть ли у Югры вот эти вот лучшие практики, вот топовые проекты? В рамках проектов ФКГС еще же есть всероссийский конкурс по благоустройству «Малые города». Там реализовано за пять лет у нас восемь проектов. В прошлом году реализовано картофель, парк в Советском. Высокие отклики у жителей. Ну как раз вот в рамках перехода к качеству, что я имела в виду, да, надо не забывать о том, что людям надо где-то помыть руки, да, где-то сходить в туалет, где-то припарковать машину и так далее. То есть вот мы очень серьезно уделяем это внимание, потому что, по сути, проекты, которые выставляем в федеральный конкурс, они проходят рабочую группу градостроительного совета, и потом губернатор лично отсматривает, да, каждую территорию, и комиссии мы сидим большой, да, посмотрим при участии муниципальных образований, то есть отсматриваем все вот эти вот нюансы, которые могли пропустить. То есть в этом году у нас проект будет реализовываться в Лонгепасе, да, но по картопе это был заброшенный лес у озера. Озеро почистили, лес привели в порядок, дорожки, да, опять же мы говорим о привлечении малого бизнеса, и, конечно, это другая жизнь населенного пункта. Вообще, в целом, по стране, если так глобально задуматься, представляете, насколько мы изменили облик городов, потому что вот то, что называется торговый уровень зданий, это уровень до второго этажа, это при движении по любой городской магистрали, то, что попадает в наше поле зрения, ну, физиологически, да, мы просто цепляем глаза. Так вот, как раз приведение в порядок, да, до второго этажа, достаточно серьезно гармонизирует среду и делает города визуально чище. Надо отметить, что круг у нас вообще, в принципе, и так чистый. То есть, не то, что, знаете, какая есть хорошая такая поговорка, чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорят. Так вот, здесь как раз все в сочетании, все гости, которые приезжают с разных регионов, первое, что бросается в глаза, да, говорят, ничего себе, как вы этого достигли. Вот у нас люди такие живут. То есть, соответственно, те благоустроенные пространства, которые мы до привносим еще в эту общую систему ценностей человека, живущего, тем более в Сибири, да, тем более в таком замечательном округе, как у нас, единственный момент, вот очень хочется, чтобы мы добавили такой средовой идентичности. То есть, вот это очень важно, и я прошу сейчас сконцентрироваться на этом, и это я тоже вкладывала в понятие качества. Ну да, вот у меня тоже такой вопрос, вот к вам, как к архитектору, дизайнеру, художнику, к человеку, который понимает красоту, как, на ваш взгляд, все-таки должны выглядеть югорские города. Нужно ли привносить этническую составляющую какую-то нам, вот в архитектуру, например? Ну, это, знаете, как в любом процессе, да, вот то, что касается дизайна, архитектуры и так далее. Есть любой предмет, который создан, вот мы с вами сидим, все это создали архитекторы, дизайнеры, да, потом производили от идеи, да, к реализации. В принципе, процессы везде одинаковые. Но разница состоит в том, удобно ли нам, а это эргономика. Эргономика была отдельной наукой, которую преподавали, да, были в учебнике и в советское время. И это отдельное такое серьезное направление, потому что мы не можем достигнуть комфорта и вот то, что благо устройства, да, если мы с вами сделаем неправильно высоты стол, да, и стул ребенку, тем более, в соотношении уши, мы с вами просто устали. А ребенок, да, может попасть в больницу, если он месяц будет сидеть на неправильном стуле в соотношении с неправильным столом. Неправильный свет, да, даст другие там последствия и так далее. Так же и городская среда. У каждого должна быть своя функция и обязательно должна быть эргономическая идентичность, да. Вот я сейчас выкупляю, может быть, то, что не совсем, да, на слух вам кажется ложится, да. Смотрите, нельзя натыкать всего. У нас есть и кедры, и белки, и реки, и озера, и тайга. И есть великолепное наследство культурное коренных народов, которые, да, нельзя не использовать, потому что это просто удивительные и уникальные вещи. Но мы же, вот поставить чумы во всем округе, это странно. Да, согласитесь, что это странно. Вот, поэтому во всем хороша мера, вот та самая линия, сочетание эргономики, понимаете, с творческим полетом мысли. И, конечно, здорово, если каждый населенный пункт чем-то отличается. Есть общее, есть общее понятие для югры. Но ведь каждый же по-своему топ. Правильно, все правильно. Вернемся к голосованию. Вот вы сказали, что объекты, которые победят в голосовании, в следующем году начнутся благоустраивать. Значит, в этом году у нас начнут благоустраивать объекты, которые в прошлом году победили. А сколько таких объектов вот в этом году планируется у нас в югре благоустроить? Ну, вообще, в госпрограмме, да, у нас стоит, и мы субсидируем 67 объектов. То есть 67 территорий точно будут построены. Но будет построено наверняка больше, потому что есть еще инициативное бюджетирование, да, этим фонд гражданских инициатив, да, активно занимается. Есть программы по партии «Единая Россия», которые по благоустройству, да, депутаты сопровождают. Депутаты очень много внимания уделяют программам. Мы в течение года там практически постоянно общаемся по этим тематикам. Но вот гарантированные те, которые проходят через госпрограмму департамента, это 67 объектов. Соответственно, в этом году 48, да, что-то выйдет в лидеры, да, 16 муниципалитетов голосуют в этом году, кстати, я не знаю, сказал или нет, я эту цифру, я вот так... Да, соответственно, по 16 муниципалитетам там где-то одна территория, где-то несколько территорий. Но надеемся, что к осени, в общем, задача такая, чтобы осенью все-таки не в снег, да, мы входили на приемку территории, а чтобы мы еще попользоваться и не могли. Поэтому сейчас плотно над этим работаем и муниципалитеты тоже, и регион. Как, на Ваш взгляд, вот то, когда люди видят, как меняются вокруг, подстегивает ли их к тому, чтобы в дальнейшем принять участие в голосовании? Ну, то есть, может, кто-то думает, я не голосую, там ничего, это все неправда, и тут вдруг раз появился сквер у него возле дома, он спросил все эти, говорят, а там мы голосовали, он думает, я теперь тоже буду. Как думать, может, это подстегнуть как-то вот людей к активности? Но самое страшное – это безразличие, да, в любом направлении и в городской среде тоже. Подстегнуть, заинтересовать – да, но привлечь могут только такие же жители, как он. То есть, когда нам поставили, там, наконец-то, да, ну что-нибудь у нас же так всегда происходит, да? Сказать – нет, это же мы тут голосовали, ну, то есть, да, это же вот. И это совсем другая коммуникация, когда от человека к человеку и понимают, что то, что сегодня, да, там, побороли, например, даже стоит территория на голосование, там, потенциально ее хотели сделать спортивной. Говорят, нет, нам надо культурно-досуговую. Или мы хотим здесь сцену и стихи читать, или мы хотим здесь, чтобы было подключение, потому что у нас тут музыканты будут приходить, и никому они здесь не мешают, мы их очень любим. То есть, какая функция будет еще у этого пространства, жители же тоже влияют. Понимаете, вот это самое главное, потому что не просто мне тут благоустроят или плитку положат, а мы хотим, и, знаете, как аппетит приходит во время еды. Так вот, через пять лет существования проекта, который не просто существует, он живет, развивается, и собирают целую армию поклонников в стране, и усиливают, да, региональные, и повестки региональные усиливают значительно, потому что я хочу жить в этом городе. Это основное, что мы сегодня хотим все слышать. Правильно? Да. Вот мы хотим здесь жить. Все, точка. Да, раз мы хотим здесь жить, значит, мы будем за этим следить, мы будем это любить, и мы будем стараться сделать так, чтобы здесь было лучше, чем и в соседнем дворе, и в соседнем сквере-парке, и так далее, да. То есть, и у жителей развивается аппетит. Поэтому, конечно, когда видят благоустроенное пространство, может быть, кто-то не задумывается, проходит мимо. Но если армия поклонников федерального проекта вырастет, да, президент Российской Федерации продлил проект до 30-го года, то есть у нас есть возможность, собственно, сделать еще, представляете, сколько глобально пространств. То есть еще почти полмиллиона, да, полмиллиона получается. Гектар. Гектар. Да. Ух ты. Да. То есть это же прямо, ух, цифра такая, да. Ну вот вы упомянули коммуникацию. В связи с этим вопрос такой, вот как работают волонтеры? Как действуют волонтеры, которые вот как раз активизируют, да, скажем так, голосование? Отдельная когорта людей – это волонтеры, да, где бы они ни были. Они информированы, чутко знают, как куда пройти, по какой ссылке и так далее. Но, как правило, у волонтеров есть планшет, они брендированы по одежде, да, голосуем мы все на сайте «За горсреда», и у волонтеров есть скорокод, по которому пройти, и голосование происходит через госуслуги. То есть мы с вами не можем 150 раз проголосовать за что-то одно, нет, уж мы можем только один, да, и вся семья там ваша может проголосовать тогда в возрасте от 14 лет и старше за какую-то территорию. Да, и обычно они стоят в местах, где больше всего людей помогают в брендированной одежде, со специальными планшетами, да, и их очень видно. И рассказывают, конечно, я надеюсь, с доброй улыбкой на лице, и я даже в этом уверена, потому что по откликам прошлого года это было прекрасно, и волонтеров наших очаховали. Последний вопрос такой, понятно, что очень сложно в цифрах, ну вот мы говорим о количестве территорий, о площади, которая благоустроена, но все-таки как можно в итоге оценить улучшение городской среды? Вот какой показатель для нас станет язвен, что мы улучшили? Вот мы улучшили городскую среду в нашем городе. Ну, конечно, единственный действующий инструмент, который сегодня есть, мы с вами можем субъективно сказать, здесь стало лучше. Объективно считается индекс качества городской среды, которому 5 лет, да, 5 лет считают. Президенту Российской Федерации на стул кладут, он смотрит и говорит, да, здорово, да, или... Ну, судя по тому, что продлил проект до 30-го года, да, то вся страна очень сильно довольная и активно участвует. Так вот, индекс качества – это соотношение всего, то есть где у нас горит свет, можем ли мы подзарядить телефон, да, когда идем на улицу, как у нас работает остановка, как маломобильные группы населения, да, могут с точки А попасть в точку Б и так далее, то есть и качество дорог туда входит, и природа, и погода, да, я уже говорил. Вот, то есть и доли, показатели всего 36, есть 6 пространств, 6 критериев, которые комбинируются и считаются. Подведение итогов по прошлому году мы увидим с вами ориентировочно до апреля месяца. В прошлом году в ТАСС вот нас как раз приглашали, и мы были в ТАСС, узнали, что у нас великолепные показатели. Вторая Хантамансийска, четвертый год, да, занимает первое место в своей группе, и, в принципе, средний балл по Югре у нас 202. 180 надо набрать, то есть когда 181, ты становишься с благоприятной средой. Значит, у нас было 10 городов. В прошлом году у нас добавился Нижневартовск, которые переступили эту планку. И вообще 80% городов должно до 30-го года стать городами с благоприятной средой. Но вот имея такие инструменты, как индекс, где мы ориентируемся, смотрим, где у нас что не коррелируется, как усилить какую-то точку для того, чтобы там полетели какие-то проекты. Ведь иногда очень просто все бывает. Ты делаешь мощение или там делаешь освещение, лучше все, и мощение, и освещение, и еще цветочки посадил, и это становится основная прогулочная зона. Ведь мы светом можем направлять потоки движения людей из точки А в точку В. Мы можем разводить потоки граждан за счет как раз определенных видов мощения, того, что мы ставим в среде. Ну, такая элементарная урбанистика. Мы можем развести потоки детей. Ну, как велосипеды у нас по отдельным дорожкам. Там люди ходят отдельно, дети сидят в песочнице рядом. То есть вот примерно у нас есть такие инструменты. И благо, уделяется сегодня внимание, но, конечно, без жителей не справиться. Поэтому нам очень для реализации проекта нужны жители нашего региона. Каждый, каждый нужен. Спасибо. Еще раз благодарю вас, Виктория Викторовна. Я уверен, что мы вместе обязательно сделаем городскую среду Югры комфортной. И нам всем будет хотеться жить в Югре, в каком-то конкретном городе. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»